Добро пожаловать на канал Зона Светлой Памяти Лазерсона. И сегодня я вам расскажу армейскую историю. Готовить я не буду! Шучу. Знаете, я служил в армии. Я никогда этого не скрывал и никогда не считаю, что это так же было плохо для моей жизни. Хотя, конечно, знаете, тяжело. И я в армии там и по спорту занимался, и поваром работал в части. И вот, когда я работал поваром, было тяжело. На учения ездил, кормил командира полка, было тяжело. И между учениями меня прапорщик прятал на полковом свинарнике, который находился за городом Львовом. Деревня и свинарник. И четыре ветеринара-солдата, которые смотрели за свиньями, которых кормили отходами от столовки. Тысяча человек было в полку. Я тогда прапорщик увозил за город. Я там себе кормил этих четырех солдат. Отдыхал, свежий воздух, самогонка. Ну, Украина, ребята. Местные жители. То есть там у нас были хорошие такие товаро-денежные отношения. Товаро-самогоночные отношения. Помню, тогда был дефицит растительного масла в стране. А у меня этого растительного масла были канисты. Так я его менял на водку. Понимаете как? Но дело не в этом. В этой деревушке жила баба Катя. Она рядышком совсем жила с нашим объектом армейским. И я ходил за водой там в колодец. Ну, я был таким деревенским поваром таким, да. Мы с бабой Катей познакомились. Она была шикарная женщина. И вот вы знаете, у нас порой телевизор не работал на свинарнике. Было, ничего, сломается. Я к ней ходил смотреть телевизор. Мы с ней дружили. И она была такая, вся такая маленькая, сморщенная старушка. Очень набожная такая. Но она так готовила. И, конечно, она же меня угощала. Она тем более знала, что мне интересно, что я повар. И вот у нее была такая печечка на дровах. Вот она еду готовила. Она так интересно разговаривала. И она однажды накормила меня своими голубцами. А это был пост. И они были абсолютно постные. Я в эти голубцы влюбился. Понимаете? Просто влюбился. И вот сейчас из своих, знаете, таких хранилищ памяти и вот светлой памяти об этой женщине, ну, понимаете, ей в 85-м году, когда я служил в армии, я служил в 84-86. Ей уже тогда было лет 75, если не больше. Ну, как ни крути, прошло уже сколько времени. Да, 15 плюс 20, 35 лет. Но вряд ли она жива. Ну, это объективно. Но вот я, помня, этого прекрасного человека сейчас сделаю те же самые голубцы. Вы посмотрите, потому что это интересно. Интересная версия голубцов. У меня уже сняты листья. Да, может быть, вы посмотрите, как. Ну, я не знаю человека, который не знал бы, как снимать листья с капусты. Вот так снимаются листья с капусты. Она варится вот так с обеих сторон в кипятке, да, чтобы прихватить кипятком всю капустину и сверху. Вот так вот и снизу. Вот снимаются листья, короче говоря. Сейчас я ее переверну вот так вот на другую сторону, со стороны плодоножки. Вот так. И вот так я ее варю с обеих сторон. И время от времени вот так вот снимаю за счет размягчения, снимаю листья. Ну, собственно, вот так подготавливаются листья. А что будет дальше, вы уже увидите. Я, собственно, сейчас подготовлю листья. Я возьму вот эти жесткие места, срежу вот эти жесткие грани. Ну, их можно срезать двумя способами. Можно их вот так срезать, вот так вот срезать. А можно работать несколько по-другому. Сейчас еще раз покажу, как срезается вот эта жесткая часть. Да, вот она. Вот она так срезается. А иногда я работаю, смотрите как. Можно хитрить. Можно брать вот так вот и ножом просто эту жесткую часть вырезать. Вот что получается у нас. Да, вот такая тряпочка. Но для голубца это совершенно не важно. Я сейчас вырежу все-таки вот так. Как я больше... Это такой лайфхак. Иначе трудно заворачивается голубец, если не вырезать это жесткое место. И это все я выбрасываю. Я пока сейчас отвлекусь, друзья мои. И сделаю вот что. Начну я нагревать свою сковородочку. Вот маслица. И начну я жарить лук и предварительно отваренные грибы. Смотрите, у меня сварены сухие грибы. И вот их отвар. Да, но я пока отвар уберу. Я сейчас грибки обжарю с луком. Я лук нарублю мелко и обжарю его с грибами. Ну, или лук с грибами, либо грибы с луком. Но я обычно начинаю с лука, друзья. Вот лук. Да, и вот я рублю грибы. И они пойдут следом. Отварные. Ну, неважно, белые, не белые. Подосиновики, подберезовики. Что есть. Я тоже их помельче. Они будут в фарш. Вы понимаете, что капустные листья готовы. Значит, я сейчас занимаюсь уже фаршем. Ну, где-то что-то крупнее, что-то мельче. У меня неважно. Вот пошли. Вот так. Пойдет сейчас обжаривание. Это весьма быстро происходит. Теперь, смотрите, я заранее сварил картошку, размел ее вилкой. Ну вот, ну что тут вам. Я же не буду вас сейчас обижать тем, что буду варить при вас картошку и разминать ее вилкой. Вот холодное картофельное пюре. Без масла, ни растительного, ни сливочного. Просто размятая вилкой картошка. Холодненькая. А вот это у меня гречка, друзья. Которая была замочена на ночь. Она сейчас где-то наполовину готова на самом деле. Потому что это такая холодная ночная варка. Просто свечи разорил холодной водой. Она очень хорошо напитывает в себя воду. Значит, гречка. Ну, гречки может быть столько, сколько картошки. Это все на глаз примерно, друзья. Есть. Теперь я присолю. Присолю это. Ну, вы, наверное, уже поняли, что обжаренный лук с грибами пойдет тоже в этот фарш. Вот, я думаю, что уже осталось мне сделать какую-нибудь детскую считалочку посчитать. Какие там детские считалки? Дети, вы меня смотрите? Ну-ка, считалку какую-нибудь детскую, быстро мне поговорите. Я знаю, что многие дети меня смотрят с предками, со своими. Да давайте считалочку какую-нибудь, дети. Только приличную какую-нибудь. Я просто приличных не знаю, поэтому вы, дети, сами считайте. Все. В общем, я про себя сейчас прочитал неприличную считалочку. Товарищи взрослые, в комментариях, пожалуйста, пришлите какие-нибудь неприличные считалочки. Мне очень интересно изучить какие-нибудь новые считалочки. Давайте-ка мне. Я люблю очень учиться всяким гадостям. Давайте-ка научите меня, гадостей во мне уже мало осталось. Я уже все вам отдал, понимаете? Поэтому дети меня пока могут смотреть сейчас безболезненно, потому что гадостей и мата не будет пока. Значит, смотрите, я это сюда. Сковородку я эту буду еще использовать. Я пока ее сейчас остановлю и перемешаю фарш. Вот это фарш. То есть это безалкогольные голубцы. Я имею в виду вегетарианские. Я даже сказал бы даже веганские, потому что здесь не будет. А, вообще-то будет сметана. Значит, вегетарианские. Все. Пока я оставлю это в сторону, потому что мне сейчас важнее поработать дальше со сковородкой. Значит, сковородочка. Сейчас я немного нарублю морковку. Отправляю в сковородку ее сразу. Пусть она пока здесь будет. И немного растительного масла. Оно начинает тихонько прижариваться. Теперь немного лучку. Тоже лучку хорошо. Я вообще считаю, что в вегетарианской еде надо активно использовать лук. Ну, он вкус дает. В отношении вкусов, кстати, всегда надо больше внимания уделять вкусу, когда ты готовишь что-то без мяса. Потому что здесь сложнее сделать еду вкусной, поэтому как раз вегетарианская еда, она становится вкусной за счет каких-то вкусообразующих компонентов и специй, как вы понимаете. Но у меня сегодня больше будут не специи, а именно компоненты. Видите, например, грибы отварные и сухих. Это очень такой сильный компонент. Такой умамный, да? Умами пятый вкус, да? Как бы глютаминатный вкус, но это натуральный только вкус, да? Значит, вот лук. И теперь все это тихонько жарится у меня. Жарим лук и морковочку. Ну, здесь критерии. Я больше по луку буду видеть, что он готов, чем по морковке, что она готова. Да? Жарю. Отвар я не зря держу, друзья, потому что он мне нужен здесь. Он мне нужен, потому что рационально использовать продукты. Отвар очень вкусный. Да? И для, опять же, для концентрации вкусов. Я сейчас, смотрите, еще в сковородку дам шматочек сливочного масла. Вот, вот, вот. Пошло, пошло, пошло. Пошло, пошло, пошло. А теперь, друзья мои, вот уже все хорошо у меня здесь. А теперь немного муки. Вот я так присыплю сейчас, смотрите, равномерно. Все присыплю мукой и перемешаю. Видите, сразу оно такое склеилось у меня. Ну, так и надо. Теперь вливаю сюда грибной отвар. У меня сейчас получится такой грибной бешамель с овощами. Понимаете сразу, да? Вот так. Вот сейчас здесь произойдет растворение муки, так сказать, и загустевание. Видите, как аппетитно уже у меня булькает. Соус. И я в него добавляю сметанскую. Была такая лыжница, я помню, чемпионка всего, что угодно. Раиса сметанина. Такая вкусная лыжница была в нашей стране. И сметанка. Забелить сметанской. Вот образуется такая аппетитная, да, булькающая. Это соус, по сути. Это, по сути, такой сметанно-грибной бешамель с овощами. И мне остается только это сейчас по вкусу присолить. Где у меня соль. Вот соль. И я теперь это тихонечко уже тихо-тихо буду нагревать. Вы понимаете, что это то, в чем голубцы будут готовиться. А вот теперь я продолжу работать с самими голубцами. Я еще раз тщательно перемешаю фарш. Напомню вам, друзья, что здесь размятая вилкой картошечка сваренная, замоченная на ночь гречка и обжаренные с луком нарезанные сухие отварные грибы. Ну, видите, ясно, что картошка здесь является таким соединителем. Гречка-то рассыпчатая, а картошка мне все это соединяет. Вот у меня, наконец, хорошо смешалось. И сейчас я буду, друзья мои, крутить голубцы. Я вам сейчас покажу два способа раскрутки, закрутки голубцов. Первый способ, ну, он весьма традиционный. Смотрите, у меня появилась вот эта штука. Вы помните, почему? Я сейчас возьму ее и вот так просто наложу. Вот так закрою, как бы в складочку вот так сложу. Вот я беру сейчас какое-то количество начинки и кладу вот так. Ну, самый традиционный способ сворачивания голубцов это крутанул, завернул края, ну, я называю это конвертиком, да, завернул края и пошел сюда, а потом этот кончик заправил внутрь. Вот так. Вот получается у меня голубчик. Да, я его прямо кладу в эту сковородку вот на этот соус. Но я больше люблю закручивать голубцы другим способом. Смотрите, каким. Я опять делаю вот этот вот складос. Вот так. Закрываю складочку. Кладу фарш. Ну, фарш, какой хотите. Есть традиционные фарши, да. Складу, кладу и вот так просто уже вообще бездумно заворачиваю теперь в трубочку. Вот, просто заворачиваю, веду, 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 веду до конца. Вот я получился у меня такой, не знаю, бумеранг, что ли, да. А теперь я беру, здесь у меня немножко получилось длинное, я чуть-чуть краешки могу убрать. Вот так. И теперь я заворачиваю, запихиваю, затыкаю эти края внутрь. И утапливаю их в вязком фарше. Тогда они, края держатся. Вот я один закрутил, и вот я утапливаю второй. Вот у меня получается такой, вот видите, как я, да, утопил фарш, вот этот краешек. И вот здесь утоплен, видите, вот у меня получается такой, смотрите, более жирненький, более плотный голубчик. И вот сейчас я продолжу так закручивать, как я больше люблю, голубцы. Ну вот. Вот я сделал завершающий голубечик. Вот эти все краешки, которые я время от времени отрезал, я сейчас их помельче нарублю и вот так вот вставлю между голубцами. А чего им пропадать? Вот. И теперь, значит, смотрите, что. Я предпочитаю это класть, ставить в духовку. Запечь это все. Причем какое-то время я буду запекать без крышки, а потом еще накрою крышки, протомить их, чтобы они, я хочу, чтобы они чуть-чуть заколеровались сверху. Поэтому я, смотрите, что сделаю. Я чуть-чуть сейчас вот так вот маслицем их, чуть-чуть маслицем вот так пролью. поверх капусты, да, чтобы немножко они подколеровались, чтобы такая карамелизация сахара произошла лучшая. Вот. И все. Где-то так 160-170 градусов у меня в духовке. И сейчас я пойду в духовку. Ну вот, ребята. Ну, если, ну, видите, у меня ручка-то металлическая, надо это понимать. Металлическая ручка, это нормально. Класть в духовку. Если нет, снимайте ручку. Может быть, она снимается. Все, ждем. Вот. Вот она, под крышечкой уже, да. Посмотрите на это. Все, вынимаю. Главное, не забыть, что ручка раскалена, чтобы была хорошая тряпушка. Посмотрите на это, да. Вот это то, что надо. Я сегодня работаю бабой Катей, в общем. Ну вот, посмотрите, какая подпеченная вверх, да, у них. Я вот так сейчас, ну, на тарелочку выложу один голубечек себе, вот так вот этот вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Посмотрите, а. Так, теперь я возьму, ну, как воспитанный человек. Так. войдет меня сейчас, как просто нектар. Умамный вкус. Потому что грибы дают такой вкус, знаете, вот умамности, да, как вот, как будто ты мясо ешь. Ну, потому что не мясо, но вот хороший вкус. Потому что вегетарианская еда должна быть вот такой гипертрофированно вкусной, потому что без мяса. Ну, в общем, я, результатом я доволен. это были голубцы с гречкой, с картошкой и с грибами. Вегетарианский вариант. Я его очень люблю и ценю. Равно, как я вообще в целом люблю гречку, между прочим. Поэтому, друзья мои, подписывайтесь, ставьте лайки и попробуйте воспроизвести этот рецепт дома. Он абсолютно простой, нехитрый и вкусный. А я уже иду думать о новых рецептах для вас. Пока. Пока.